Всем привет, мои хорошие, мои друзья! Показываю вам свою кухню в идеальном практически уже состоянии. Вот, кто помнит, мы сегодня уезжаем с мужем. И сегодня приезжает свекровь. И, конечно же, я вот убралась уже, все почти уже убрала. Вот остался мешочек, я в него еще что-то, наверное, может быть, сложу чистенький. Ну, стакан воды, конечно, кастрюли. Их нужно друг на дружку положить чуть-чуть попозже, потому что я делаю дела с отдыхом небольшим, иначе у меня разболится спина. Ну, и тут, конечно, вот контейнеры сохнут, Зимин слюнявчик сохнет. Контейнеры, я уже с них водичку слила чуть-чуть, вот они сейчас досохнут, я их буду убирать. Вот, тряпочка, я достала эта тряпка свекрови, терпеть не могу такие тряпки, честно. Вот, ну, блин, не люблю, они сами не сохнут. Вот, вот, моя, ну, правда, моя, она уже старенькая, вот она, то есть она сама высохла, я ее пока оставлю, уберу, ее спрячу, потому что свекровь у меня выкидывает ее постоянно. Вот, чтобы я после свекрови приеду, я ей все перемою, все домой, потому что тут вот будут как раз, вот они, видно, такие вот пятнышки. Это я вот еще не домыла, у меня уже сил почти нету. Хотя у нас, кстати, да, у нас утро, 9 утра, я уже все прибралась, все уже убрала, спрятала. Вот, ну, и тут, конечно, остался мой телефон, потому что мне должны позвонить, я его с собой ношу. Вот, ну, и тут по мелочи убрать таблетки. Я, кстати, уже допиваю первую пачку, уже муж мне купил вторую пачку, я первую уже допиваю. Тут по мелочи ручки, там вот баночка там сухая, стакан свой я убираю, потому что я не люблю, когда из моего стакана кто-то пьет. Вот, ну, я боюсь, что его разобьют, просто, блин, я обожаю этот стакан, вот этот вот, я купил когда-то его в фикс-прайсе, когда устраивалась на работу очень давно. Он же вот там внутри такой, этот пацап, ну, я обожаю его просто. Не знаю почему, но я обожаю его. Вот, ну, резинка моя. Вот, и сейчас я еще пока Диму не вынимал, но он уже покушал, мы ждем плитку. Получилось так, то, что вся плитка приехала, и вот в этой вот коробке 8 штук разбилось. Вот, они прям более, по чуть-чуть, знаете, так вот, сначала первая плиточка маленькая, вторая больше, третья больше, 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 и до половины дошло. Вот, то есть вот так вот было, сегодня должен мужчина довести. Вот, мы разложили тут плиточку, одна там, и одна еще, вернее, две у меня в комнате за дверью. Вот. Ну, блин, некуда, честно, некуда поставить. Вот. Тут, конечно, я уже тоже убралась везде. Стол, конечно, не отмывается, уже сил нету тоже. Осталось вот нам нужно доесть Диме мед. Я решила, что нужно его вот докушать, потому что его уже прятать некуда, а свекровь может не понять, что это мед, и просто выкинет. Будет обидно за потраченные деньги. И здесь я вчера Диме перемолола творожок. Вот, сейчас расскажу. Снова всем привет. Я еще голову намыл, не вчера, позавчера. Первый день у меня вообще голова вот так вот стоит, просто вот пушистая, просто как, не знаю, как чистый лев, наверное. Ну, вот льва помоют, у него будет, наверное, торчать в разные стороны. У меня точно так же. Вот. Второй день вот нормально уже, они так хорошо лежат. Мне кажется, они такие густые становятся, благодаря этим таблеткам. Как-то, мне кажется, они были более тонкие. А сейчас ощущения, как будто уже выросли сантиметров на 20, там 15-20. Вот, творожок. Вчера Диме перемолол творожок. Перемолола его для того, чтобы он побыстрее поел. То есть, мы сейчас вот позавтракали, обедать, мы будем творожком где-то часов в 12, я думаю. А свекровь сказала, что приедут они в 2, но они могут на час, на 2 раньше приехать. То есть, хоть они и едут на электричке, но бывает, они приезжают. То есть, как-то вот со временем происходит у нас вот так всегда. Поэтому, чтобы быстренько Диму накормить, потому что если они приедут, тут начнется бесючки, там он начнет носиться туда-сюда. А так он быстренько поест, и все, и мы будем просто сидеть их ждать. Вот, пока приедет свекровь, пока они там доедут. Вот, то, что приезжает бабушка с дедушкой, честно, я ему не говорила. Потому что я знаю сейчас, что это будет. Он будет носиться, кричать, сразу ребенок... Получается совершенно другой, абсолютно другой ребенок. Не знаю, вот я надеюсь, что они сохранят здесь плитку, что он ее просто не разнесет. Потому что будет обидно. Вот, надеюсь, они ее сохранят. Ну, просто, блин, некуда положить. Там был у нас уголочек. В уголочке у нас стоит, стоит в уголочке новый унитаз. Ну, вот, у нас как бы уже поставлен новый унитаз. Но поскольку свекровь потратили... То есть, купили дешевый, самый-самый дешевый такой унитаз, то он очень сильно шипит. Я не знаю, как это объяснить. Короче, когда смываешь, он очень шумный, очень шумный. И муж, когда ночью ходит в туалет, мы все просыпаемся. Это невозможно. Его просишь, пожалуйста, не смывай. Говорит, ну как я не смою? Как я не смою? Говорит, я сходила в туалет. Говорит, оно до утра будет лежать там все это. Естественно, он смывает. И просто все просыпаются. У нас соседи иногда бывает стучат. Ну, тут очень довольно тонкие стены все. Потолки все очень тонкие. Даже вот ночью сосед, видимо, стакан поставил рядом с кроватью. И как раз у меня вот так вот над потолком, видимо, это было. Я слышу, что он встал. То есть, он идет. Спотыкается об этот стакан. Этот стеклянный стакан стоит на полу. И он падает. Я слышу, как он падает. И прям слышно стеклянный. Хоп, его дык поставил. Там стакан стоит. Ощущение, как будто этот стакан, у него внизу не ровная поверхность, а вот полукруглая какая-то. Он, значит, опять уходит. Бум-бум-бум-бум-бум-бум. Значит, он пошел. Этот стакан. И это все слышно ночью. И я представляю, блин, ведь туалет наш тоже, значит, слышно. Ночью тишина. То есть, вот ночью. Ну, раз стучат соседи. Вот. Я говорю, мам, надо купить новый унитаз. Говорю, ну, я не могу так. Он очень шумный. Вот. Один раз вот была Женька на камеру. Смыл унитаз. Я где-то неподалеку была. Как раз что-то записывала. Честно, знаете, я сижу в наушниках. У меня там почти убавленный звук. Даже не наполовину, а меньше половины. Кто помнит, у меня новые наушники. И вот я сижу, монтирую, что-то там я рассказываю. И параллельно там муж смывает унитаз. Это такое шипение было. Мне пришлось вот этот вот отрывок отрезать просто. Потому что шипение было невозможное. Даже в наушниках это было жуть, короче. Очень шумно. Вот. Поэтому не покупайте дешевые какие-то унитазы. То есть этот унитаз получается в Леруа. Вот у кого магазины есть в Леруа. Я ходила, смотрела. Мне стало интересно, насколько же он стоит. Он самый первый по ценовой категории. Самый первый, самый дешевый. Там тысячи три, четыре, что ли он стоил где-то так. Он самый первый стоял в Леруа. Я как зашла, сразу увидела. О, мой унитаз. Я думала, блин, вот на нем надо подписать. Шумный. Вот чтобы, ну, блин, обидно, знаете. Человек покупает, платит четыре тысячи. Все-таки четыре тысячи это довольно много. И в итоге вот так получается. Ставят унитаз, да. А хоп, он оказывается шумный. Ну, почему так? Вот. Мы купили другой. Точно такой же стоит у мамы унитаз. Вот. Я хотя бы знаю, когда выбирали. Мама говорит, ну, давай выбирай, какой ты хочешь. Я говорю, слушай, говорю, вот у тебя такой же вот унитаз. Точно-точно такой же. Я покупала в этом же магазине. Говорю, давай его возьмем. Говорю, я хотя бы буду уверена на сто процентов. То есть, не на девяносто девять, а на сто уже процентов, что он нешумный. Она говорит, ну, давай возьмем этот. Он тебе нравится? Говорю, да, мне он нравится, в принципе. Ну, более-менее нравится. Говорю, ну, хотя бы он будет нешумный. И плюс еще к этому тот унитаз, он ниже. То есть, каждый раз садишься и каждый раз нащупываешь, чтобы не сесть куда-то там. То есть, ну, вот дешевый унитаз. Такие вот у нас. Вот. Что-то мы с вами вообще прям зашли в унитазах. Никогда не заходили. Что-то странно. Вот. Короче, ладно, мы убираемся. На кухне почти убрала. Сейчас я пойду, наверное, уберу свои весы. Мне надо убрать, спрятать тетрадку. Вот это вот все. А, еще мне надо написать список, что не забыть сказать свекрови. Надо было, конечно, это изначально. Потому что, когда я приехала, у меня было... В прошлый раз у меня было очень много... Такой... Ну, небольшой незлости, конечно. Такое вот что-то бесючек, что она делала не так. Думаю, надо сказать. Надо было изначально, конечно, записывать. А я старалась в голове все это держать. А сейчас вот надо вспомнить, нужно записать. Потому что они как раз приедут. И мы, наверное, сразу уедем, чтобы... Не было... Чтобы свекр не приставал вольно. Потому что если он пристанет, начнет учить, ты делаешь неправильно там. Все это медленно. Все это та-та-та-та-та-та-та-та-та. Мне это все не надо. Я уже устала, честно. Мне, знаете... Сейчас я начинаю понимать своего отца. Вот уже когда я выросла уже, взрослая, все. Я начинаю его понимать. Вот он... В детстве, я помню, спросит Наташа, говорит, ну что, придется с работы, ну что, как у тебя дела, рассказывай. А я, допустим, в школе училась, в младших классах. Я говорю, пап, вот у нас одна девочка, вот она... Он так, стоп, мне неинтересно никакая девочка. Мне интересно, как ты поживаешь, как у тебя дела, как у тебя прошел сегодня день. А какая девочка меня интересует? Мне все время в детстве это было обидно. Ну блин, ну почему он не хочет меня послушать? Ну как это так? Мне так хочется рассказать, там что-то это. А сейчас, вот только сейчас, я начинаю понимать. То, что, блин, мне неинтересно, допустим, что происходит у других людей. Потому что я такой человек, я начинаю переживать за этих людей. Я начинаю постоянно об этом думать. Думать, там вот... Там у свекрови подружки сгорел дом. Я постоянно теперь об этом думаю. А как она живет? А ведь ей тяжело, там. Вот там что-нибудь... Ну что-то вот типа такого. Вот поэтому, кстати, я не смотрю новости вообще. Потому что я переживать начинаю за людей. Там если упал самолет, там. А как они... А как же так? Там вот столько людей, допустим, погибло. Да. А как же их родственники? Я переживаю за это. Я переживаю за это очень долго. То есть ни один день, ни два, ни неделю. Я могу месяц, два переживать. Пока оно вот само не забудется. Потом мне кто-нибудь случайно напомнит или я где-то услышал. И опять начинаю переживать. Вот. Поэтому вот я начинаю сейчас понимать отца. Ну, блин, лучше вот этого вот всего не знать. Честно. Вот они вот там придут. Сказать. Так. Стоп. Мне не интересно. Я не хочу об этом знать. Я хочу жить. Вот как, знаете, вот сейчас вот почему-то с возрастом я хочу жить просто как в консервной банке. Не знать ничего. Ни о ком. Нигде. Все. Есть я. Есть мой ребенок. То есть мой муж. Моя семья. Все. Остальных там, как бы, блин, не знаю. Пока что мне не хочется. Конечно, мне бы хотелось, если у меня были бы деньги. Реально с меня были деньги. Я бы, может быть, помогла кому-то. Вот. Ну, пока у меня денег нету. Конечно, я смотрю в Ютубе сейчас очень, кстати, много стало, где помогают нуждающимся. Вот. Я часто такие вот видео смотрю. Ну, блин, какие они молодцы все-таки. Но это надо иметь свою машину, чтобы доехать, отвезти продукты. Я бы тоже хотела, конечно, помочь. Очень раньше, когда-то я помогала. Хотя у меня там денег не было. Ко мне на улице уже меня знали. Подходили люди. Там бабушки всякие, дедушки. У тебя не будет рубля. У тебя не будет. У меня был как раз один рубль, пятьдесят копеек. Вот. Ну, это мелочь такая вот. Можно было там, допустим, городская булка на тот момент стоила три рубля. То есть это вот был вот в этот момент, наверное, это был где-то 2010, нет, 2009, 2008 год где-то это был. Вот. И я последние деньги отдавала людям. Я понимаю, что ей нужнее этой бабушке этот рубль, он ей нужнее. Что я куплю на этот рубль? Жвачку? Что еще? Все. Жвачку только. А она, допустим, ей не хватает на хлебушек, на батон, допустим, этого рубля. Она купит хлеб, она покушает, она сыта. Я могу прийти домой, дома поесть. У меня полный холодильник. А ей нужнее. Там, в Лете, пятьдесят копейки ко мне, когда выходила каждый раз на улицу, уже люди меня знали определенные. И они уже сразу, я смотрю, иду, и смотрю, на той стороне уже стоит народ. И они уже просто пытаются скорее там светофор сейчас загореться, кто первый подбежит. И тому там, ну, они знают, что у меня там пятьдесят копеек точно есть в кармане. Или рубль точно есть в кармане. Вот. Ну, там, или два рубля, а бывало больше. Но это редкость. Вот. Поскольку мне родители сами не давали деньги, то я как-то старалась как-то где-то сэкономить, там, накопить каким-то там образом. Там мама меня отправит одну в магазин. Там, как-то часть сдачи я там себе оставляла. И таким образом на что-то себе копила. Ну, на тот момент ничего особо не хотелось такого купить. И поэтому вот как-то вот так вот это было. Всем спасибо за просмотр. Я вас тоже очень смотрю. Очень вас люблю. Вы мои хорошие. Мои друзья. И давайте всем пока-пока. До следующего ролика. До новых встреч.